В Москве во Дворце игровых видов спорта «Содружество» состоялись шестые открытые георгиевские игры, организованные Советом православной молодежи Юго-Западного викариатства при поддержке Москомспорта. Соревновались сборные команды молодежи из православных приходов, студенты духовных и светских учебных заведений. Спортивные дружины в течение всего прошлого года участвовали в соревнованиях по различным видам спорта – рукопашному бою, футболу и хоккею. Лучшие попали в финал. Подробности в сюжете Галина Леодвиной. Соревнования стали традиционным и ожидаемым событием в жизни московской православной молодежи. Они были впервые организованы шесть лет назад. За эти годы состязание, начинавшееся как инициатива приходов, вышло на более высокий уровень. Теперь соревнуются викариатства столицы. В этом году сразу три – Юго-Западная, Юго-Восточная и новых территорий. Это все клубы, которые находятся при наших московских приходах. Это все молодые православные ребята. Мы очень с большой радостью на это смотрим. И нам приятно осознавать, что сегодняшняя православная молодежь, она не живет без спорта. Это молодые, крепкие, красивые ребята, которые каждый живет своей жизнью. Но что для нас очень важно, они живут с Богом в душе, а в руке у них есть и гантели, и есть и перчатка. Это были итоговые состязания. Их участниками стали более 150 человек. В программе мини-футбол, стритбол, волейбол, дартс соревновались лучшие спортивные команды на уровне викариатств. У нас среди прихожан храма и среди молодежи здоровые и телом люди. Ну а душой они показывают также на этих мероприятиях, потому что обычно в спорте очень большая конкуренция. И в связи с конкуренцией всегда бывают какие-то разногласия между людьми, могут быть ссоры, конфликты. Вот на наших мероприятиях мы редко это видим. И стараемся, что вот этот дух мирный не соревновательности созидать, а дружбы. Цель спортивных игр – привлечь православную молодежь к систематическим занятиям физической культуры и спорта. Игры помогают ее духовному и нравственному воспитанию. По словам самих спортсменов-любителей, спорт для них – это больше, чем просто укрепление здоровья. Спортивная победа, она вдохновляет и дает прилив сил какой-то, самоуверенность. Для мужчины очень важно. У меня очень много друзей появилось благодаря спорту, благодаря тому, что мы играем. Это все-таки такая командная игра и партнерство. Даже друзья приглашают поиграть, просто куда-то сходить. И мы с ними встречаемся даже не только во время игры, но и сходить куда-нибудь, не знаю, на природу, на другие какие-то массовые мероприятия. В каждом из видов были выявлены призеры, которые стали обладателями кубков, медалей и грамот. Победителями в стритболе стала команда викариатства новых территорий. В волейболе – наследие. Команда храма Рождества Христова в Чернееве. После награждения начались соревнования на кубок святого праведного воина Федора Ушакова по мини-футболу. Победила команда «Дружина» храма умягчения злых сердец в Коньково.